МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Очередное пополнение шестигряд родились в Барнаульском зоопарке. Итак, больше ста домов в Барнауле остаются без света после субботнего урагана. Уже третьи сутки обесточена центральная часть города. Там действует режим ЧС. Аварийно-восстановительные работы ведутся, но не везде. Так в Нагорной части, по словам местных жителей, даже не приступали к устранению последствий. Почему приходится так долго ждать и когда горожане перестанут жить при свете свечи в нашем материале? Ой, дышать нечем. Я его открыть не могу, да? Потому что это вот мы здесь, ну, ходим. И закрытый, вот держится я уксус, уже пооткрывала. Ну вот, сколько повыбрасывала продуктов, это вообще кошмар. Вот в морозилке, все растаяло, все. Это был месячный запас продуктов Надежды Александровны. Теперь все испорчено, а пенсия не скоро. На что жить пока не думает. Больше волнуется, что свет в ее доме появится не скоро. А значит, рисковать жизнью придется еще не один раз. На днях она выходила из дома. Было темно. Женщина споткнулась и ушибла ногу. На руках у нее был полуторагодовалый внук. По счастливой случайности малыш не пострадал. Так получилось, что одну часть горы включили сразу же, а мы вот как будто как проклятые. Дошло до того, что, извините, мы даже не мытые, потому что все водонагреватели, они тоже работают от электричества. Правильно? Я не знаю, как мы будем выживать. А думать, как выживать жителям горы, придется еще не один день. По их словам, никакие работы по восстановлению электростабжения мэрия не проводит. А на вопрос, когда вернется свет, им отвечают еще как минимум через шесть дней. Они постоянно обещают. Сегодня, к вечеру, завтра, с утра. И вот так, постоянно. Как нам пояснили в администрации города, основные силы сейчас брошены на устранение последствий урагана в поселке Затон. Там масштаб стихии достиг апогея. Шторм положил на лопатки всю тополинную рощу микрорайона и оборвал линии электропередач. Обесточены около 60 домов. Всего от жителей в центральном районе поступило 254 заявки. Ну, конечно, никто не будет их шесть-семь дней ждать. Восстановительные работы в Затоне планируют завершить уже сегодня. А завтра бригады будут перекинуты на остальную часть центрального района. В Нагорную часть, в поселки Лесной и Ересной. Вернуть туда свет обещают уже завтра. Валентина Аскерова, Павел Лаурнин. Наши новости. Краевые следователи проводят проверку по факту удержания пенсионерки в автобусе 53-го Барнольдского маршрута. Материал об этом накануне вышел в эфире наших новостей. Напомним, 77-летнюю жительницу краевой столицы Надежду Бражникову в течение часа не выпускали из душного автобуса лишь потому, что она забыла дома пенсионное удостоверение. Хотя проездной у нее был с собой. Вызволить женщину из плена смогла лишь ее дочь. Она же вызвала скорую помощь. Следственный комитет начал проверку работы транспортной компании. В ходе проверки предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего, а также дать юридическую оценку действиям водителей и кондуктора транспортной компании на предмет оказания услуг, не отвечающих безопасности жизни и здоровью потребителей. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Молоко только из-под коровы, ягода с грядки и свежекопченое мясо звучит вкусно и полезно. В Бийске купить такую натуральную продукцию можно буквально на каждом углу. Однако, как правило, торгуют ею нелегально. Насколько безопасен товар и законные действия продавцов в нашем материале. Ежедневно улицы Наукограда превращаются в импровизированную ярмарку с бесперебойным потоком покупателей. Купить можно все. Парное молоко, творог, мясо, фрукты и овощи. Ассортименту на рынках Бийска могут позавидовать даже крупные торговые сети. Для местных фермеров, садоводов и бизнесменов выгода очевидна. Стабильный доход, никаких налогов и арендной платы. Тлеющая под открытым небом мясо и молочка на прилавках возле красных линий автобусных остановок не только противоречит нормам благоустройства, но и не отвечает санитарным требованиям, утверждают специалисты. И добавляют, коммерсанты обязаны предоставить сертификат соответствия продукции. Лаборатория проводит анализ соответствующий на молоко, кислотность, жирность. И после чего выдает заключение для торговли на рынке. То это молоко можно только на рынке реализовать. На других, получается, стихийных рынках запрещено. Несанкционированные торговые точки особенно не приспособлены для продажи молочной продукции. Даже наличие сумки-холодильника не гарантирует безопасности и сохранности. А поэтому те же специалисты за качественным товаром рекомендуют идти на специализированные рынки. Ведь там каждая заявленная продавцом партия товара подлежит проверке. Мы каждую партию записываем. Вот у ней 20 литров молока сегодня, 10 килограмм творога. То есть на исследуемую партию мы выдаем свой документ. Больше она не может продать в этот день. Тем не менее, желающих купить товары с земли меньше не становится. Я вчера съел, сегодня живу. Я доверяю этим людям. А в магазине то понос, то золотого после этого молока. Рассуждают горожане так. И дешевле, и полезнее прямо из-под коровки. Как правило, никого не смущает отсутствие у продавцов документов, гарантирующих качество продукции. Рисковать здоровьем или нет. Каждый это решает самостоятельно. Однако, стоит помнить, спрос рождает предложение. И до тех пор, пока бичане покупают продукцию сомнительного качества, нелегальный бизнес будет процветать. Анастасия Бертенева, Кристина Мелехова, Сергей Даровских. Наши новости. Барнаульцы жалуются, что после мощного урагана комаров стало еще больше. Для насекомых наступило благоприятное время для выведения потомства. Жаркая и влажная погода. Некоторые СМИ распространяют информацию о том, что в крае появились даже новые виды комаров, которые переносят смертельную лихорадку Денге. Эта болезнь типична для тропических стран, таких как Таиланд. Но некоторые эксперты утверждают, что вместе с климатом меняется и фауна Алтайского края. У эпидемиологов другая точка зрения. В любом случае, при наших погодных условиях этот возбудитель не попадет к нам, потому что он просто не выживет в наших погодных условиях. И условия того, что будут размножаться насекомые, зараженные возбудителем лихорадки Денге, она невероятно невозможна даже, не то что мала. При этом наши сибирские комары все-таки способны переносить болезни, например, лихорадку западного Нила. Но эпидемиологи Алтайского края говорят, что на их памяти за последние 10 лет таких случаев не было. Продолжим. В Барнауле завершился региональный форум «Алтайский край. Энергия развития». Наряду с процедурой предварительного голосования за кандидата, который осенью представит «Единую Россию» на выборах губернатора края, форум стал площадкой по сбору предложений социально-экономического развития края. Поступали они в форме вопросов, которые зрители адресовали к кандидатам от партии. Напомним, в губернаторских праймерис принимают участие в Рио губернатора Виктор Томенко, депутат Госдумы Виктор Зобнев, уполномоченный по защите прав предпринимателей на Алтае Павел Нестеров, председатель комитета АКЗС по социальной политике Татьяна Ильиченко, а также председатель комитета АКЗС по аграрной политике Сергей Серов. Среди вопросов, адресованных им, наибольший отклик получили проблемы финансовой поддержки талантливых детей, отсутствие водопровода в муниципалитетах, нехватка поликлиник в новых районах Барнаула. В Рио губернатор Виктор Томенко подчеркнул, пожелания будут учтены и уже обозначил отдельные приоритеты политики краевых властей. На ремонт дорог в течение пяти лет направят не меньше 50 миллиардов рублей. Поддержку также получат бизнес и сельское хозяйство региона. Это и субсидирование части задрака на подключение к сетям инженерно-технического обеспечения. Лучшие выпускники края обращаются сейчас со школой в стенах краевой администрации. Сегодня 89 медалистов встретились с временно исполняющим обязанности губернатора Виктором Томенко, который вручил им поздравительные именные грамоты. Один знает все о химии, другой победитель Всероссийской Олимпиады, третий в свои годы мастер спорта. 89 лучших из лучших именитых школьников чествуют в правительстве края. Но на пороге выпуска волнуются даже самые умные и талантливые. Знаток английского Дарина Сибуль до сих пор выбирает будущее дело. Востуковедение, африканистика, переводчик, свободное искусство, науки, международные отношения. Не знаю, столько всего интересного, как выбрать, чем ты хочешь заниматься. По-моему, это невозможно. Как мне в 17 лет сделать выбор, чем я буду заниматься всю оставшуюся жизнь. А вот Алексей Поваляев из Рубцовска метит сразу и безоговорочно в Министерство иностранных дел. Несколько лет он студировал историю, английский. Какой язык станет третьим, четвертым, говорит, неважно. Отправят в такую, возможно, да, не самую цивилизованную страну, но даже Лавров через это проходил. Так что будем надеяться на лучшее. Вслед за Лавровым парень готовится и к публичным выступлениям. Хотя уже, можно сказать, готов к ним. Сегодня обратился напрямую к Виктору Томенко. Мы уже слышали, что вы формируете новую программу развития нашего края, энергия развития. А мы планируем окончить вузы красными дипломами и стать настоящими профессионалами во различных сферах деятельности. Почему бы через несколько лет нам не встретиться снова и не обсидеть наши общие успехи и достижения? В Рио губернатора предложение принял через пять лет тем же составом и пожелал выпускникам успешно окончить вузы страны и взвешенно выбрать место работы. Набираться там по уму-разуму, набираться знаний, знакомиться с жизнью в столице или в больших других городах и возвращаться обратно к нам на Алтай. Почти полутора тысячам выпускников вручили медали за успехи в учебе. Всего же в этом году школы края выпустили 11,5 тысяч человек. В эти дни они делают один из самых важных выборов жизни, пожалуй, первых в большом списке высшего учебного заведения. Анастасия Дороган, Николай Шелком. Наши новости. Ну а тем временем 9 тысяч алтайских школьников этим летом впервые будут работать. Акция «Пятая трудовая» от центра занятости позволяет им найти себя в сфере сельского хозяйства, торговли, ЖКХ. Чтобы заработать на карманные расходы, подростки готовы на многое. Уборку помещения, озеленение, уход за престарелыми. Подробнее Ирина Корчагина. Никита Чернышов перешел в 11 класс. Парень хочет стать зоологом. Сейчас он оказался на вагоноремонтном заводе. Кроме Никиты на производстве трудятся еще три школьника. Работа здесь не пыльная, говорят подростки. Например, вбить данные в электронную систему. Саша Бородин вместе с контролером сверяет детали вагона, чтобы заработать на подарок младшему брату. Чтобы когда на станцию приехал, все было нормально с номерами деталей. Весной служба занятости закидывает удочку в школы и на предприятие, чтобы договориться о сотрудничестве. В приоритете дети из малообеспеченных семей. По трудовому кодексу выйти на временную работу могут подростки от 14 лет. При этом труд не должен наносить вред здоровью, а зарплата не ниже федерального МРОД. Правда, есть одно «но». Если школьник отработает полный месяц, полный рабочий день, который ему положен, то он получит порядка 12-13, а то и 14 тысяч в месяц. Но, как правило, работодатели не имеют возможности занять школьника на полный день. В итоге школьники коротают лето на озеленении, в подсобках, ухаживают за стариками и получают около 3 тысяч рублей. В центре занятости позитивно говорят. Сумма небольшая, зато в будущем пригодится опыт работы. Да и акция «Пятая трудовая» выбивает подростковую лень. Мы таких быстро ставим на истинный путь. Каким образом? Устрожимся. Ирина Корчегина, Павел Лаурнин. Наши новости. Сегодня день борьбы с наркоманией и наркобизнесом. По данным регионального Минздрава, в Алтайском крае зарегистрировано больше 5 тысяч больных наркоманией. Это выше среднего показателя по стране более чем на 10%. Свою роль считают правоохранители и врачи играют и тот факт, что наркодилеры все активнее используют новые интернет-технологии. Что могут противопоставить им барнаульские активисты в материале Ильи Кочеткова? Барнаул – поселок Восточный. Именно в спальных районах, на стенах и заборах то и дело встречаются такие зашифрованные надписи. По закону мы не можем вам их показать, но многие наверняка догадались – надписи рекламируют продажу запрещенных наркотических веществ. Уже 4 года руководитель регионального филиала общественной организации «Антидилер» Александр Атрошенко выходит на тропу войны. Его главное оружие – баллончик с краской. Сегодня ему помогают волонтеры, строитрядовцы, общественные активисты, просто неравнодушные. Но не у всех местных жителей акция вызывает понимание. Вообще-то мы убираем постоянно, все делаем, а вы на стену разрисовали. Александр признается, с поддержкой жителей и управляющих компаний вообще сложно. Люди закрывают порой глаза на сами надписи, но когда их закрашивают, зачастую возмущаются. Я не против. Просто краску надо было маленько другую, ее потом ничем не прокрасить. Такой же зеленый, черный, ядовитый, ее потом вообще ничем не закрасить. Но Александр спокоен. Дело правое. К тому же акция проходит при поддержке и содобрении полиции. Между тем, отмечает он, справиться с рекламой наркосайтов можно лишь сообща. Горожане должны понимать, что такая реклама опасна прежде всего для их детей. И реагировать незамедлительно. Если у них на доме появилась такого рода реклама, они должны обратиться в свою управляющую компанию, чтобы управляющая компания закрасила эту рекламу. Если управляющая компания не закрашивает, то нужно обратиться в управление МВД. В общей сложности 150 надписей сегодня закрасили активисты в нескольких районах города. Говорят, многие стирают уже по второму-третьему разу. Дилеры настойчиво пишут их снова. Активисты призывают горожан активнее бороться с наркорекламой и сообщать о новых надписях через группы «Антидилер» в социальных сетях. Илья Кчетков, Александр Антропов. Наши новости. В Барновльском зоопарке очередное пополнение. На этот раз у четы полосатых хищников тигрицы Багиры и тигра Ширхана. Они подарили зоопарку сразу шесть малышей. Их удалось снять на видео сотрудникам зоопарка. Тигрята пока только ползают по вольеру и все подряд обнюхивают. Широкой публике новорожденных покажут немного позже. Добавим, что тигриная пара уже приносила потомство. В прошлом году на свет появились три малыша. Как мило. В период отопительного сезона нельзя забывать о состоянии вентиляции в многоквартирных домах. Ведь от этого зависит не только микроклимат в квартире, но и наше с вами здоровье. Обслуживание систем вентиляции, очистка дымоходов, печей и каминов, санитарная обработка мусоропроводов, поддерживать гигиену в жилых домах с компанией «Эко Сибирь» просто и выгодно. И в завершении выпуска по традиции о погоде. Спонсор прогноза погоды – сеть магазинов трофеи. Все для рыбалки, охоты и туризма. В трофее найдется все для отличного летнего отдыха. Палатки, мебель, спальники, рюкзаки, посуда, барбекю, мангалы и все остальные нужные аксессуары. Оторвись от компа. Покажи своей девушке настоящую романтику. Сходи в поход с семьей. Приготовь ужин на костре. Будь мужиком. Сеть магазинов трофеи. Завтра на большей территории края вновь дожди. В Славгороде и Белокурихе 24 тепла. В Рубцовске 26, 27 в Бийске. Самая жаркая погода в Заринске. Там до 30 со знаком плюс. В Барнауле малооблачно, возможно гроза. Ветер восточно умеренный. Ночью до 17, днем до 27 тепла. Напоминаю, телефон редакции в Барнауле 722 440. А у меня на сегодня все новости. До встречи. Федор Королев воевал на Воронежском, Юго-Западном, Третьем, Белорусском и Забайкальском фронтах. В 44-м году в тяжелом бою с немецкими танками лейтенант остался один, но продолжал вести огонь. Лично в этом сражении подбил два танка. За мужество ему было присвоено звание Героя Советского Союза. Его имя увековечено на мемориале славы в Барнауле. Лично вulin. Комп��� Продолжение следует...